Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. С вами Ярослава, и это блог о науке Кабала. И сегодня мы коснёмся очень важной, просто, наверное, самой важной в жизни каждого человека теме — это связь с Создателем. И эта тема, она действительно такая, которая, кажется, может быть в какой-то момент для нас побочной. Вот есть жизнь, да, а есть внутри этой жизни ещё такой дополнительный бонус какой-то, что человек может этим заниматься, а может не заниматься, это связь с Создателем. Как будто бы это какой-то каприз такой, что, ну вот, когда у меня уже, в общем-то, всё хорошо в жизни, то я могу ещё добавить в этом и быть ещё связанной с Создателем. Но на самом деле, по крайней мере, мой опыт жизненный показывает, что чем больше ты живёшь, чем больше ты узнаёшь этот мир, эту жизнь, как в нём всё устроено, как люди между собой общаются, как человеку приходится сталкиваться с разнообразными жизненными трудностями, проблемами или даже радостями, всё равно внутри каждого этого состояния действительно заложена такая внутренняя потребность, внутренняя нужда человека быть связанным с кем-то, кого он даже не знает, не ощущает. Этот некто, можно сказать так, что мы называем его как-то Бог, мы можем назвать его Творец, можем назвать его какой-то внутренний голос, например, какая-то внутренняя часть Души, но каббалисты говорят о том, что это на самом деле за всеми этими мыслями, за всеми этими попытками лежит действительно такое коренное, то, для чего создан человек, это быть связанным со своим Создателем, когда он начинает искать причины и следствия своего существования, зачем он здесь находится, зачем он на этой земле. И сейчас мы приходим всем миром к такому состоянию, всем человечеству, что буквально мы не сможем без понимания вот этого состояния, как мы связаны с Создателем, как мы с Творцом должны быть соединены, мы не сможем буквально самые элементарные жизненные действия выполнять. Мы не сможем создавать семьи, мы не сможем работать дружно в коллективе, как это было раньше, потому что человечество развивается, эгоизм у нас растёт, это наше коренное природное свойство, мы чуть позже об этом поговорим подробнее. И вот так вот всё вынуждает человека начинать искать эту связь. Но чем больше человек пытается идти по пути очищения от этих плохих якобы свойств, на самом деле тех свойств, которые мы ощущаем инстинктивно, как непригодные для связи с Творцом, от ненависти, зависти, лживости, от всяких мирских страстей, когда я хочу обладать, обладать чем-то материальным, может быть, хочу властвовать над другими, тем больше он убеждается, что это невозможно, искоренить эти свойства невозможно. И весь мир, буквально всё человечество, уже постепенно начинает отчаиваться, морали, нравственность, как сказать, отходят так уже на второй план, и люди откровенно говорят, да, вот мы такие, ну что поделать, вот мы такие, ну мы не можем ничего с собой сделать. И постепенно приходят к мысли о том, что, ну может быть, после смерти всё изменится, и тогда, когда мы умрём, может быть, мы тогда можем как-то быть связанными с Творцем. Но это всё очень неправильно, это неверно. Каббалисты говорят о том, что ничего после смерти не изменится, человек просто перейдёт в другое воплощение, будет у него, скажем так, другое тело, да, в котором он будет продолжать тот же круг, пока не придёт к полному отчаянию в своём эгоизме, в невозможности что-то вообще с ним сделать, да, отчаяться от этого. И не лучше будет каждый следующий в кругу оборот, а только хуже. Он будет наполнен только всё большим ощущением пустоты и беспомощности. Вот что, в общем-то, и является правдой, да, вот этой жизни после смерти. Никакой связи с Творцом уже там не будет. И каббалисты объясняют, почему. Каббалисты говорят о том, что именно вот этот эгоизм, наша грубость, наше желание использовать другого только ради себя, это и является эгоизмом. Просто наслаждение там булочкой или там сыром, они никак эгоизм не проявляют, да. То, что я хочу быть счастливым, это моя природа, тут нет эгоизма. Это просто желание, которое создано было Творцом. Но так вот, именно благодаря эгоизму, плохим свойствам, отталкиваясь от них и желая связаться между нами выше этих свойств, выше нашего взаимного отторжения, ненависти, желания использовать друг друга, именно так мы как раз можем выстроить связь с Создателем, потому что тогда для этой связи между нами нам будут нужны его свойства. Вот это ответ, вот это важный момент. Как раз вот этот эгоизм рождает необходимость восполнить себя силами отдачи и любви, что и является сутью Творца. Сутью Творца, который создал нас в полной противоположности, именно для того, вот как пустой сосуд, именно для того, чтобы иметь возможность нас наполнить и именно по нашему желанию, когда мы снизу поднимаем эту просьбу из грязи своей, из своей нечистоты, из своего эгоизма, мы снизу нуждаемся в этих свойствах и тогда он может нас наполнить своими свойствами. Здесь как раз и появляется связь человека с Творцом. И не просто человека, мало того, людей, потому что именно вот когда мы в связи между нами вот так вот обтираемся и не можем соединиться вот этими острыми краями, вот тогда только мы и начинаем нуждаться истинно в его свойствах. Потому что если человек один, он отрезан от мира, он сидит где-то, допустим, на горе, ну скажем, как-то углубляется в себя, что-то такое с собой делает и думает, что вот так он выстраивает связь с Создателем. Нет. На самом деле он в этом случае выстраивает только внутреннюю связь со своими какими-то, может быть, желаниями, более чистыми. Но эти чистые желания невозможно использовать для связи с Творцом. Их недостаточно. Маленькая мощность. А вот именно мощность таких наших грязных желаний, эгоистических, которые мы раскрываем в связи между нами, вот она заставляет нас кричать от отчаяния. Кричать от отчаяния буквально. И этот мир наполняется этим криком. Уже люди не могут, уже откровенно говорят, мы не можем так жить. Нет никакого смысла. Мы не можем взаимодействовать. Мы не можем выносить друг друга. И как тяжело быть одному. То есть мы, получается, вот в такой невозможности начинаем быть заперты собственным эгоизмом и начинаем хотеть что-то с ним сделать. Но пока что ещё человечество не понимает, что. Думает как раз, что надо его искоренить. Искоренить его тоже невозможно. Потому что, ну не мы его создали. Ну кто мы такие, чтобы искоренять его? Если мы не создавали что-то, у нас нет силы и как-то с этим работать. Это логично, это закономерно. И как раз вот такими попытками к связи между собой и с Творцом, то есть вот эта логика уже, ну я надеюсь, у меня получилось её прояснить, почему именно такая связь человек, другие люди, творец. Потому что так он может себя проверять, корректировать и прийти к необходимости, к нужде его свойствам. И вот так вот мы выстраиваем, как каббалисты это называют, экран, экран на наш эгоизм. То есть некое покрытие, облачение, потому что мы никогда, ну не один человек и не все люди вместе, мы никогда не станем полностью Творцом. Именно говорится о подобии свойств, то есть подобный, по форме, отдающий, любящий, а внутри содержащий постоянно вот этот зуд сопротивления, что я не хочу, не желаю, но именно отталкиваясь от этого, поднимаюсь в связи с Творцом, поднимаюсь в ощущение высшего мира. То есть мира, связи между элементами. Так же, как в природе, в теле человека. Вот это межклеточное пространство даже существует в теле. То есть оно заполнено как раз вот этой вот жизненной силой, через которую проходит взаимообмен между клетками. Точно так же, потому что наше тело создано по прототипу как бы связи, то есть по такому виртуальный прототип такой, связи между клетками, как между элементами общей души. Потому что говорится, что душа у нас одна. Это как раз то, что наполняет связь между эгоистическими элементами. Специально так создано, чтобы была постоянная энергия для развития. Вот эта цикличность происходила в связи. Поэтому и говорится о бесконечной жизни, то есть бесконечность в нашем постоянном взаимообмене, в нашем постоянном отталкивании от эго и постоянной связи всё больше и больше с создателем. Так что эгоист — это не ругательство. Это действительно наша сущность. Это сущность особенно развитых людей, людей мыслящих, думающих, потому что больше есть в них желание эгоистическое, то есть в них больший потенциал для развития. Это не значит, что эгоизм надо пестовать, любить и лелеять, но как раз таки понимать, как с ним работать, по специальной методике, как можно оттолкнуться от него таким образом, чтобы этот эгоизм как раз дал старт, дал топливо достичь вот именно этой связи с Творцом, связи с Создателем. Вот такой сегодня разговор. Пишите, что вы об этом думаете, как вам вообще такая логика. Понятно, что она достаточно революционная. Даже сейчас, когда наука Каббала насчитывает в своём развитии 6 тысяч лет, около 6 тысяч лет, чуть меньше, но тем не менее достаточно революционная мысль. Может быть, у вас есть какие-то идеи, как ещё можно связаться с Творцом, как можно связаться с Создателем. Делитесь, будем обсуждать. Действительно, цель наша прийти к истине. Я вас обнимаю. Хорошей недели, здоровья, радости, улыбок, доброй связи. Пока, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова